Дети не присыщены, у них есть удивительное качество удивляться. Причем, обратите внимание, их удивить не очень сложно. От какой-то мелочи они могут впадать в восторг. Он там что-то сделал из песочка, они в восторге. Принес им что-то небольшое, они счастливы. Почему? У них свежесть, восприятие. У них словно внутри вот эта готовность восхищаться и радоваться. Вот это здорово! Только что вышревел, и тут же он уже счастлив. У него уже слезки до сих пор еще не высохли, а глаза сияют радостью. Он в восторге доходится, а потом проходит время, проходит время, проходит время. И мы начинаем наедаться жизнью. И уже многое пережили, и вот уже пережил и первую любовь, и пережил первый поцелуй. И второй, и двадцать второй, и сто тридцать второй. И потом уже вот пережил радость от получения диплома, аттестата. И вот уже первая зарплата, и брак, и свадьба, и все кричат, горько-горько. И забираю жену из роддома с первенцем моим, и со вторым тоже забираю, или со второй забираю. И вот так, и повышение, и так. И постепенно вдруг ты словно вот кушаешь эту жизнь, и все, может быть, события все интереснее, и радости они вызывают все меньше, меньше, меньше и меньше. И потом уже люди приходят к такому состоянию, когда вот их уже ничего не радует. Мы даже часто не замечаем, с какими в обычной жизни мы ходим печальными лицами. Мы вот буквально сегодня едем на собрание с супругой, встали, встали вот перед светофором, была машина, из машины вышла женщина-водитель, и что-то нужно было взять, ну там светофор, говорил, долго. Она хотела взять, она так вышла. И мы посмотрели на нее, я говорю, Диана, посмотри, с каким лицом. И села. То есть видно было, что там ничего страшного не произошло. Просто это вот какое-то... Настолько все привычное, да. Вот как будто вот все приелось. Если бы это увидел Лермонтов, он бы сочинил бы сразу «Уж не жду от жизни ничего я». Вот это вот выражение лица. И вот заметьте, это же повсеместно. Идешь по улицам и смотришь на лица. Вот я иногда иду, смотрю на лица людей, и просто вот эта иллюстрация «Уж не жду от жизни ничего я». А обычно, когда там где радость и смех, смотришь, там помоложе. Помоложе, они еще ха-ха, хихи, там что-то веселятся. Чем взрослею, тем не жду от жизни ничего я. А когда смотришь на пожилых людей, иногда страшно становится просто. У них там такое выражение, просто вот вся тяжесть бытия, вся пресыщенность от творения Божьего на их вот этих суровых лицах. Мы суровы, но прекрасны, как мы пели раньше псалом. Вот эта суровость, и думаешь, почему такое, почему? И как оставаться вот таким же восторженным? Как не переставать удивляться? Как не потерять этот вкус жизни? Как? Чтобы жизнь приносила нам счастье. Если вот это количество не приносит нам счастье, то как? Что же нужно сделать? Я хочу сегодня показать вам четыре вот секрета, как не переставать удивляться, как ребенок. Как не переставать радоваться жизни. И самое первое, самое первое качество, необходимое, как же нам, как написано, если не обратитесь, как нам вот обратиться? Первое качество, очень простое, но чрезвычайно важное, умение видеть жизнь. Скажу, у пасты, ты что-то такое мудрое сказал, слишком непонятное. Что? Я сейчас поясню. Я рассказывал про эксперимент Даниэля Каннемана, который вместе со своими коллегами обнаружил, что базовый уровень счастья одинаковый, и никакие великие радостные события, они вдолгую нас счастливыми-то не делают. Все равно все возвращается на прежний уровень. Но при этом, исследуя, они обратили внимание, что мелкие ежедневные радости играют важнейшую роль в ощущении счастья. И порой даже более важно, чем какое-то одно великое радостное событие. То есть важными являются не просто значимые события, но и мелочи. И постоянное умение видеть хорошее повышает наш базовый уровень счастья. Повышает. То есть умение находить радость, умение видеть даже простые вещи, ежедневные. Вот что нас действительно делает счастливее. Ведь это свойственно как раз детям замечать мелочи. Взрослые игнорируют. Чего там замечать? А я помню, как вот в детстве смотрел в окно, столько у меня там всего мыслей рождалось, образов, я просто смотрел. Или там зимой нагреешь пятачок на газовой плите, прислонишь-ка кошку, там дырочку, и смотришь, смотришь. Что ты там смотришь? А просто наблюдаешь. А потом проходит время, и мы уже ничего не смотрим, мы словно уже жизнь не ощущаем. Мы кушаем, не ощущая вкуса еды. Мы ходим, не ощущая того, как наши шаги ступают. Мы не обращаем внимания часто. Мы говорим друг с другом, мы просто делимся информацией, но мы не в этом, словно нас в этом нет. А вот посмотрите, в Нагорной проповеди, Лука 12 глава, 27 стих, знаменитые слова Христа. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Казалось бы, Иисус, он должен говорить не об этом. Он должен говорить о чем-то великом. Он еще вообще о троице-то ничего не сказал. Рассказал бы нам про троицу, про взаимоотношения, чтобы Афанасию было легче писать свой символ веры. А он вообще, вот эти великие вещи, богословские какие-то вот, какие-то вот. Он говорит про лилии, говорит, смотрите, вот лилии, да? Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то, коль мя пачи вас, маловера, и так, не ищите, что вам есть, или что пить, не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, что вы имейте нужду в том, на и паче ищите царство Божие, и это все приложится вам. Это вот очень поминает на детей, дети же, они не мучаются там прошлым или будущим, они как будто полностью погружены в то, в чем сейчас находятся. Вот они, поэтому они такие радостные, они не думают, а будет ли завтра у папы денег, чтобы купить мне еду? Вообще такие, они доверяют папе, что это проблемы папы, а ему вот интересно, вот сейчас это, и он словно полностью погружен в настоящее. Так же и мы должны учиться видеть счастье на стоящем. Если мы говорим, то быть погруженным в это общение. А часто люди вообще сейчас не в разговорах, не в делах, они что-то делают, а сами где-то в другом месте улетели уже. Поиск царства Божьего, это вот умение видеть настоящее, ценить. Мы вчера, когда гуляли с супругой по лесу, вот поднялись, и говорят, смотри, какой сегодня, закат для моих позавчера, позавчера. Смотри, какой закат. Да, вчера же я к проповеди готовился, я же должен был. Я пожертвовал закатом, чтобы вам проповедовать. Не понаслаждался. А позавчера мы ходили. И вот стоишь и смотришь. Ведь каждый закат уникален. Просто наслаждаешься, смотришь, ходишь по лесу, смотришь, как птица там, как все пробуждается, вот эти наши уральские подснежники, как до сих пор все еще растут. Столько всего, и ты можешь быть чрезвычайно благословен, но мы не умеем видеть. Мы ждем великих, вот золотых антилоп каких-то мы ждем. И вот думаем, прискачет к нам золотая антилопа, вот я буду счастлив, а сейчас не могу. И ты пропускаешь то, что действительно дает счастье. Интересно, что такой был путь у знаменитого святого прошлого, который, думаю, многие знают, Франциска Сиски, который был богатейшим человеком своего времени, но он отказался от наследства отца, он отказался от своих, от своего огромного капитала, он надел простую одежду и просто жил в лесу. Называл птиц, зверей своими братьями и сестрами, ходил, смотрел, наслаждался, смотрел на цветы и был удивительно счастливым человеком. Фантастически счастливым человеком. Почему? Да потому что он был как ребенок. И сегодня до сих пор люди читают его цветочки Франциска Сискова, читают и наслаждаются. «А что там такого?» Там есть одно – умение видеть жизнь, умение жить тем, в чем ты находишься сейчас. И в этом есть удивительный секрет, настоящий секрет счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok